Так, 2 января 2023 уже года. Вот, соответственно, зарубили очередную крысу. Диротизация под номером 10 не помогла. Ну вот к чему приводит бездействие управляющей компании. Жителям военного общежития не дают жить крысы. На этих фото и видеозаписях окровавлены грызуны, убитые саперной лопатой. Чтобы выселить отвратительных гостей, жильцы регулярно расставляют ловушки, отраву. Однако неглупые животные на бесплатный сыр ведутся неохотно. А потому изобретать приходится все новые уловки. Это клей, на который прилипают они. Там все сделано бетоном, со стеклом, с отравой. Но, тем не менее, они прогрызают. Ну, даже чувствуете, да, запах. Своими силами мы там как могли все заделали. Но, тем не менее, без этих ловушек вообще никак. Мы слышим, как они там бегают, как они скребут неприятно. Обнаглевшие твари спокойно шастают по лестницам и даже залезают в обеденную зону на втором этаже. Все. Мы выходим, как я. Допустим, у нас здесь картошка. Вот. Мы берем отсюда картошку. То есть я забираю в мультиварку и убегаю. То есть Катя еще не так боится. А для меня это подобно смерти. И просто я беру продукты, потому что вот сюда вылазит на стол. Вот сюда. Вот здесь я ее последний раз видела. То есть хлебушек тут лежал Катина. И она удачно его покушала. И вот туда, теперь у нас там новая дырочка есть, которую мы еще, к сожалению, заделали. И она туда ныряет. Ныряют млекопитающие даже в детские прогулочные коляски, которые находятся в подсобке. В них же они устраивают и шумные кровавые разборки. На этих кадрах видны клочки шерсти после потасовки. Мышиная возня тут закончилась тем, что одна крыса съела другую. И когда Олеся узнала, что мы будем приглашать телевидение, как бы это все, мой муж все с числом, все отснял, как она тут и череп, и все. Они выкинули, конечно, или у нее, когда он встряхивал, он упал. Но люльку они убрали. Это именно наша, видимо, заведующая, она убрала специально, чтобы не было видно. Да, вот здесь вот и фекалии там на видео видно, что вот это вот все вот здесь вот. Олеся – это заведующая общежития. Героиню нашего сюжета мы попросили связаться с ней по телефону, чтобы женщина нас проводила в подвал, в котором, по мнению жильцов, и обитают грызуны. Однако, испугавшись журналистов, она сослалась на то, что ключей у нее нет и никогда не было. Это у шертехников и у начальства. Ну а как же вы тогда спускаетесь? Ты же сама лично в подвал спускалась, говорила, у тебя есть ключи. Как вот быть? Так я с ними схожу, спускаюсь. Я, по идее, не имею права, подвал пускаю. Ну как это ты не имеешь права? Мы же вызвали, касаемо крыс. Ты прекрасно, это знаешь, ситуацию. Что значит, не имеем права? Как сейчас люди это будут снимать? Ты знала о том, что я буду приглашать людей. Сколько это будет продолжаться? Что будем делать-то? У меня нет ключей. Вон, восток регион, на Бутина, 33. Так ты управляющая, как у тебя нет ключей, Олеся? Ты просто давать их не хочешь, вот и все. Просить ключи от подвала мы отправились к заведующей лично. Подниматься пришлось пешком на 9 этаж. Лифт не работает уже 3 года. Однако, к нашему визиту женщина была готова, а потому общаться с нами стала устами своего малыша. А взрослые дома есть? Нет, не надо! Демонстрировать нам подвал, как мы понимаем, не хотят по главной причине. Он полностью затоплен канализационными водами. Догадаться об этом несложно. Тяжелый, тошнотворный запах витает повсюду. Почему она в подвалы спускать не хочет? Потому что там ужас. Там просто ужас. Помимо крыс, извините, везде фекалии. Там все прорвало. Узнавший о нашем приезде представитель управляющей компании Мурат Баташов прибыл незамедлительно. Показать подвал отказался. Больше мужчина беспокоил другой вопрос, который он пытался выяснить в разных локациях семейного общежития. Здесь, раз никто не принимает мер, примем мы. Приехали мы. После этого мы хотели ехать к вам. Но вот вы нас опередили. Приехали с АР. Но все равно нужно было согласовывать с АР. Мы можем не согласовывать этот вопрос. Но вы имеете на это право. Нет, я просто не знаю. Мы имеем полное право не согласовывать. Согласно закону АСМИ. А, ну да, точно. Понятно. Вы еще здесь остаетесь, да? Мы еще здесь остаемся. Вы хотите с нами остаться? Да. Что-то показать хотите? Нет, я хочу просто до конца своим. Чтобы что? Нет, ну я не знаю, чтобы что вам будут еще рассказывать. Могут же все, что... Ну давайте в подвал пройдем. Ну подвал мы не сможем пройти. У меня нет ключей. Ключей у вас нет. А мы можем вызвать вот этот слесаря, чтобы он нам отравил? На другом общежитии сейчас устранят аварийку. Долго он будет устранять? Может мы подождем? Будем. Долго будет? Травля грызунов здесь проводилась в 21-м году. В сентябре прошлого года провели обработку, после которой крысы окончательно охамели и жить решили уже в самих квартирах. Спустя 4 месяца проводилась якобы еще одна обработка, правда, как уверены жильцы, для галочки. Результата нет. Неудивительно. В сам подвал, где обитают грызуны, спецслужбы даже не заглянули. Зато во время нашего визита стала известна дата новой травли. Чудесным образом организована она в максимально короткие сроки, уже на следующий день. Ну, я вам скажу, знаете, какой плюс? Вы наконец-то появились и будете делать, потому что розжил комплекс только на февраль вы запланировали сесс-травлю. А теперь вдруг экстренно, когда вчера заведующая узнала про вот это все, у вас завтра уже будет травлю. Другой случай. Вот ваш слесарь приходит, да? Ваш слесарь течет в туалет вверх. И он говорит, а я не буду ничего делать, я же вижу, это у вас где-то забит. Я говорю, как у меня забиты, только начинают с ума течет. Говорит, а мне деньги не платят. Он мне это говорит, у меня долгов нет, а мне деньги не платят. Я не буду ничего делать. Он уезжает, через 2 часа все опять течет. Как это тогда вы скажете? Вы приезжали пробивать. Если вы верите слесарю, что ему не платят деньги. Это ваш наемный рабочий. Ну, значит, немножко он чуть-чуть сказал в сердцах. В каких сердцах? Мы попросили Мурата Баташова показать хотя бы, где находится сам подвал. Уверенной походкой он привел нас на место. Однако, когда мы случайным образом обнаружили, что навесной замок бутафория, и попросили все же открыть абсолютно незапертую вторую дверь, представитель управляющей компании начал заверять, что это не подвал. Открыто, видите? А мы не закроем потом? Да, закроем. Ну, ладно. Давайте. Аккуратно, давайте. Я вас предупреждал. Нашему взору предстала картина, которую мы и ожидали увидеть. Помещение полностью затоплено. Однако, для представителя управляющей компании это всего лишь безобидная лужица. Расскажите, что это? Что за здание? Что за подвал? Это вот была раньше аптека здесь. Мы это уже слышали. Да, это получается, если... Ты бы, смотрите... Делали так, как бы... Тут, ну, типа как, сладские помещения были. Ну, вы это не в первый раз сейчас видите, что в воде полностью стоит? Ну, не в воде. Ну, как бы не в воде. Ну, если в воде, мы бы с вами вот так бы по колену... Нет, там вода стоит. Мы же своими глазами видели, что там вода. Ну, это может спокойно быть, как бы, возможно, подтаявший снег, подтаявший лед. По мне в воде. Ой, давление в лед. Где замок отсюда? Это ладно, я согласен. Дезначительная часть воды есть. Незначительная? Да. В этом, возможно... Чтобы была значительная, должно быть сколько? Покажите. Ну, если бы вообще надо было в сапогах заходить. То есть здесь примерно по щиколотку, это вы считаете норма? Ну, это нет. Это, конечно, не норма. Это тоже не норма. Я с вами согласен, это не норма. Конечно, мы устраним эту ситуацию. Но вы это видели. А уже на следующий день господин Баташов лично пожаловал к нам в редакцию, предложив просто забыть о том, что мы видели вчера. К счастью, болезнью Альцгеймера мы не страдаем. Анжелика Панебрашин, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин